Живая музыка в концертах проекта Акустика Здрасте, друзья! Здесь Акустика, совместный проект Радио России и Радио России культуру студии Владислав Борецкий Сегодня, должен вам сказать сразу, Акустика будет экзотична и необычна Дело всего в том, что, забегая вперед, скажу, что мы сегодня удалимся как-то ментально на восток, на Дальний Восток Потому что оттуда много чего началось Сегодня у нас в программе Акустика группа Тори и внимательные слушатели Радио России культура уже знают Андрея Жилина Он у нас был в программе «Действующие лица» и звучал его замечательный инструмент Сейчас я буду его пытаться произнести Секухати, кажется Андрей, здрасте! Здрасте, совершенно верно, да, инструмент называется Секухати Секухати Это такая флейта Да, это японская флейта, делается из бамбука, очень известна в Японии Как всё в Японии Да, как всё в Японии, почти Почти всё в Японии делается из бамбука А в частности, Секухати — это такая штука, на которой Андрей будет играть Но Андрей не один, потому что группа Тори — это три прекрасных музыканта Включая Андрея, Андрей, познакомьтесь, пожалуйста, коллегами Представляю наших музыкантов Олег Маскалёв — классическая гитара Олег, прекрасно И Галина Юрченко — скрипка Здравствуйте! В общем, очень рад приветствовать тебя Я просто за микрофонами не вижу А, всё, вижу В общем, у нас сегодня три исконно народных японских инструмента Гитара, скрипка и Секухати из бамбука Вот такая история Хорошо, теперь мы как-то сложим всё это вместе Да И первая композиция называется Первая композиция называется «Ветер играет волнами» Ветер, радиоволны Ветер играет, радиоволнами И морскими, и океанскими Слушаем, потом продолжим Подстраивай, подстраивай Немножко На самом деле, это традиционная часть любого японского концерта Я скажу об этом позже Подстройка Подстройка инструмента под каждую пьесу Подстройка входит в меню сегодняшнего вечера Поэтому торопиться не надо Потому что японцы вообще люди неторопливые Вот, как мы знаем Конечно, у них времени-то нет А у нас оно есть Так что давайте Всё-таки мы будем играть волнами Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прекрасно Знаете, очень мелодично Очень красиво Но очень недолго Судя по всему, в Японском море Волны играют с ветром И ветер с волнами Не очень так Не очень долго Несмотря на всю медлительность Японцев Небольшое Японское море Оно действительно небольшое Волн там немного И ветер поиграл Поиграл И улетел к нам И затих И улетел к нам Ну и хорошо Значит, насколько я понимаю Вот Я, по-моему, в прошлый раз Тогда спрашивал Я недаром вспомнил Нашу первую встречу На культуре Я, по-моему, приставал уже Андрей к вам с вопросом Вот Сокухати Как инструмент Он сколько насчитывает По времени? Вообще Первое упоминание Инструмента с таким именем Относится Примерно к шестому веку Нашей эры Шестой У нас Значит, это 15 столетий назад Да Полторы тысячи Полторы тысячи лет Да Инструмент с таким именем Названием был известен Ещё в пятом-седьмом веке Ну, там По разным оценкам И использовался Для исполнения Придворной музыки Гагаку При дворе Ну, при дворе императора Гагаку Это музыка Гагаку Это вид японской музыки Чем-то заимствованный Из Китая Но наполненный С собственным содержанием Как и всё Что можно Слышать Про японскую культуру Вообще Как бы всё наоборот Сейчас Всё Всё наполняется Каким-то другим содержанием Позаимствованным Из Японии Как правило Да Начиная от ботинок И кончая машинами А значит А тут Из Китая Пришла Тот инструмент считается Что он пришёл С материка Из Китая Просуществовал Несколько веков И потом был На долгое время забыт Но тот старый Старинный инструмент Имел Другое количество Отверстий Вот По длине был Такой же Но имел Другой строй Другую настройку А строй Настройка Пардон за мою Некомпетенцию Это Это зависит от Вернее наоборот Да Строй настройка От количества Вот Количества отверстий И толщина стенок В данном случае Бамбука Он был такой Тоненький Узенький И достаточно высокий И хрупкий Наверняка И хрупкий До наших времен То есть И кухати Не дошло Но Дошел Такой инструмент Сделанный из камня Он хранится сейчас Как это из камня Простите Это была копия То есть На камне не играли Нет Не играли Это была копия Переданная специально В музей Такого вот вида инструмента На нём не играли То есть каменная копия Бамбукового инструмента Бамбукового инструмента До нас дошла Она сейчас хранится Если я не ошибаюсь В городе Нара В одном из музеев Можно посмотреть Но не Нара Аминский А Я имею ввиду Нара там Да В японском городе Нара В котором Свободно по улицам Брают олени 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 Настоящие олени Панарих Их можно кормить. Один из них съел мою карту, кстати. Это пытался. Города Нара. То есть вы шли с картой по городу Нара? Да, я шел с картой по городу Нара, держал ее в руке. И вдруг почувствовал, что кто-то у меня ее вырывает. А это, конечно, олень просто. Там ходят олени, их можно кормить. Японский олень. Совершенно свободно. Съел карту. Там специальный корм для них продается. В качестве карты? Да, в виде карты. Вот, понимаете, страна восходящего солнца. Вот у них сюрпризы на каждом шаге. На каждом шаге. Практически. Ну и... Ну хорошо. Но вот вы в этой городе Наре увидели в музее вот эту каменную. Но вы уже к тому времени кукать уже знали, что это такое. Да, я к тому моменту уже долго учился и знал, что это такое. А к вашей... Не, хорошо, ладно, сейчас музыка. Потому что, ну, все-таки музыке у нас уделяется больше внимания, чем всему остальному. Следующая композиция, что у нас? Следующая композиция по японским меркам, она ультрасовременная. Ей всего лишь лет 5-7. Каких-то 800 лет. 800 лет — это уже нормальный возраст, выдержанная композиция. А у нас композиция, ей всего лет 5 или 7, называется «Орлиная песня». Ага. Опять же, в меню у нас... Покрутить немножко. Да-да-да. Перестройка обязательно. На самом деле, традиционные концерты традиционной японской музыки с японскими инструментами, они сопровождаются частыми перестройками инструментов под каждую песню. Вы знаете, это очень правильная вещь, я подумал. Потому что концерт полтора часа, из них полчаса люди настраиваются. А деньги все те же. Инструменты уносятся, уносятся инструменты. Приходите на фестиваль современной... Фестиваль современной настройки. Традиционной японской музыки при консерватории, там это все можно увидеть вживую. Об этом мы обязательно поговорим, потому что это очень важная и очень любопытная штука, что, оказывается, есть еще. Есть, есть, да. Ну ладно, значит, давайте послушаем, как орлы японские поют. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 одновременно нельзя. Но у нас появятся новые пьесы с семисценом. Вы же будете. Я буду играть на семисцене. При консерватории есть класс семисцена. Я взял несколько уроков. Понял, что у меня вполне получается на семисцене играть. В консерватории. В нашей консерватории, именно Чаковского. Там есть класс, есть Центр музыкальной культуры мира при консерватории. И там обучают игре на Кота, на Никитской. Да, на Никитской. А преподают кто, японцы? Преподают раз в год В сентябре приезжают японцы Преподают, дают новый материал Принимают экзамены, уезжают Целый год студенты готовятся На следующий год приезжает сенсей И снова всё повторяется заново Кимоно Они на самом деле носят вполне традиционную одежду Но выступаем мы в кимоно Если в консерватории, то все в строгой японской одежде Ну как иначе Это же всё должно быть по форме Да, да Даже иногда на наших концертах Я иногда одеваю кимоно Ух ты, дорогие друзья Сейчас в группе Туре не в кимоно Я вам сейчас хочу сказать Потому что Ну вы легко представьте себе Мои гости сегодня шли в кимоно Потому что музыка Она навевает некоторые образы Вполне конкретные Вот мы сейчас навевали волны Которые играли ветром То есть наоборот Потом мы прослушали песни Орла А сейчас что у нас на очереди? А сейчас в продолжении птичьей темы Поскольку группа называется Тори А Тори в переводе с японского Это птица Тори это птица? Тори это птица Я-то думал Сейчас строимся, да? Перестраиваемся? Сейчас надолго не буду перестраиваться Нормально? Нормально? Ну отлично Некоторые пьесы играются в одном строе Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Докёку 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 ДимаTorzok 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 Слушайте Вот как всё очень стройно получается Значит А у вас есть ученики? У меня есть ученики, да Праправнуки Тоже праправнуки Есть подрастающее поколение Вот вы в этом центре В консерваторию? Нет Там преподает другой преподаватель Я преподаю сам по себе У нас Дело в том Что ещё наша школа Отличается тем Что у нас Нету никаких Никаких дипломов Вот, мы учимся играть просто. Мы не получаем дипломы, там у нас нет степеней, как в обычных японских школах. То есть вот ранг Чуден, это старший, младший ученик, потом далее, далее, далее. И так ты получаешь ранг Шахана, то есть большого учителя, чёрного пояса. У нас в школе такого нет. Мы просто учимся хорошо играть. Ну, Галин вот наверняка знает, как говорят скрипачи, не имей амати, а умей играть. Да, совершенно верно. Так что это вот всё по этой схеме. Давайте, сейчас будем перестраиваться? Нет? Нет, всё отлично. А что играем? Сейчас мы играем пьесу-посвящение. Пьеса посвящается прекрасному полу. Ага. Есть и такое в нашем репертуаре. И в Японии тоже прекрасный пол. И в Японии, само собой тоже, конечно. Откуда же японцы-то берутся? Поехали. И в Японии тоже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для тех, кто знает историю Японии Историю великого полководца Ода Набунаги Пьеса называется «Жизнь и смерть Ода Набунаги» Ой, я сосредоточился Мы тоже Ода Набунаги 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Агустик.